СТРЕЛА На протяжении первых минут новой серии нам на несколько секунд показывали кадры с острова, а затем картинка переносила нас на 5 месяцев вперед. И так продолжалось достаточно долго, пока не выяснилось, что мать ребенка Оливера погибла, а вот Тея находится в тяжелом состоянии, и кто знает, сможет она выжить или нет. Неудивительно, что почти вся основная команда вернулась. Дигл, Фелисти, Рене, Дина, Кертис, Девстроук и Лорел со второй земли. Каждый появился в первой серии и принимал участие в экшен-сценах. На это было приятно смотреть, но ничего эффектного не показали. Все по стандарту. Можно заметить, что у Дикого Пса и Дины появились новые костюмы, но если честно, непонятно, зачем создатели решили на такое пойти? Чем им не угодили прошлые варианты? В первой серии не объясняется, какие возможности дают новые костюмы Дикому Псу и Дине, но возможно, в следующих эпизодах нам обо всем расскажут. В новой серии происходят странные вещи с Диглом. Он не может больше стрелять в противников, и что с ним будет дальше, неизвестно. Возможно, этот сезон станет для него последним, и он покинет команду Оливера. С Фелисити вроде все в порядке. Она благополучно вернулась с острова и продолжает помогать Оливеру. Надеюсь, в этом сезоне с ней случится что-нибудь интересное, а то она много времени проводит за компьютером. Да, это ее работа. Она не может драться, как Оливер. Но все-таки хотелось бы ее увидеть в каких-нибудь экшен-сценах. Да, раз уж заговорил, последняя остановка фургона, вот сюрприз, в складе у Пиннетауна. Если это Лорел хотя бы в половину умна, как наша, он туда не вернется. Кертис, Слейд и Лэнс тоже появляются в новом эпизоде. У Слейда появилась цель найти своего сына, о котором мы уже знаем, кстати, давно. Лэнс вернулся к своему недавнему плохому состоянию из-за смерти Лорел, а Кертис демонстрирует свои суперизобретения. Если честно, то серия получилась обычной. Ничего такого суперинтересного не показали. Единственное, чему я удивился, так это ужасному состоянию Теи. Ее, правда, очень жалко. Она уже снимается в Стреле 6 лет, и если в ближайших сериях она погибнет, то это будет считаться за ударом в сердце фанатов. Мы с тобой на грани между двумя мирами, и вечно на ней стоять не получится. Удачи, мистер Квинн. Удачи, Слейд. Промо-ролик второго эпизода меня заинтересовал. Надеюсь, ФБР подберется к Оливеру как можно ближе. И весь мир официально узнает, что Стрела – это Оливер Квинн. Спасибо за просмотр этого видео. Если ты тоже хочешь стать супергероем, то подписывайся на канал и смотри другие ролики. Еще увидимся. Оливер Квинн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова